всем доброе утро доброе утро мы сегодня едем снова на пионерский проспект только не купаться а на аттракционы да сашульчка развлекаться разве чаться до свой любимый парк солнечный остров спонсором сегодняшнего выпуска является наш дедушка сказал пусть ребенок катается сколько хочет на каких хочет аттракционах предъявите мне счет все оплачу поэтому закон дедушки слова дедушки закон ходить до вечера вот пусть киту катается вот на этих аттракционах вот хочется ребенку пусть указается да мы едем кататься сашка рада да она прям вот я не знаю это побыстрее как я вечером сказала она все когда поедем когда поедем ребенок счастлив я помню тоже с мамой когда ходили катались на аттракционах конечно мы не так часто катались но всегда вот эти вот конечно с другой стороны когда часто катаешься они не доедают всегда вот эти вот поездки не как-то были незабываемые очень ожидаемые мной у нас был только один парк в который почему-то мы ходили хотя может быть их немного мы ездили в парк имени горького на метро октябрьское туда гуляли там было очень много аттракционов сейчас их убрали очень жаль и конечно достаточно большой парк аттракцион то значит еще на в днх был но на в днх мы не ездили есть может может там да и шансы но нам просто ближе было по ленинскому проспекту на троллейбусе ездили на троллейбусе кто из москвы всем привет кто помнит эти маршруты печали до октябрьской туда мы сходим так ну что да билетики первые сегодня все по 150 мы идем первый аттракцион на слонов да поэтому поехали нажимая поднимаемся это ты боишься опускайтесь не надо не надо папка наш там стоит если ребята ребята я вам хотела сказать да скажи что следующая очередь папина на этих мотоциклах ну тут колесо обозрения но оно тут не закрыто папа там машин комната смеха да там тоже вид красивый наш слоник летит да и с помощью я не стала вниз сошелечка опускать правильно я наверху всегда держу хорошо и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, мы накатались, наигрались, набегались, напрыгались. Уходим из парка «Солнечный остров». Пошла жара, конечно, 12 с лишним часов. Сейчас поедем, поспим, отдохнем. Потому что я вот даже сидела, говорю, Диме, у меня вообще глаза закрываются, я не могу. То ли от жары, то ли от солнца. Прям сон клонит, пока мы с Сашулечкой ждали, когда она лазила по горке. Мы пошли снова гулять. Сейчас идем и смотрим. Окна, наверное, моет. Телефон дан. Хотя, мало ли, может быть. Кто-то ключи забыл от дома. Может, они как-то, да, влезают. Через окно наняли специальную бригаду. Интересно, да? А может быть, что-то делают. Может, кондиционер вешают, да? У кого предположения пока? Какие? Потому что мы еще не дошли. Что это может быть? Он что-то меряет, ребята. Скорее всего, наверное, кондиционер. Я первый раз такой вижу подход. Дима поинтересовался? Кондиционер вешают. Кондиционер вешают. Прям такая бригада основательная, да? С машиной. Здесь домики невысокие. Ну, они обычно, знаешь, через окно как-то вылезают и вешают. А тут прям сбоку. Да. Давайте сюда. Давай сюда. Обойдем. Таманское 121. Очень много, кстати, на Таманской висят объявлений прямо вот на балконах о продаже. Не знаю. Мне кажется, это вот больше все-таки домики не для жилья, а для сдачи в аренду. Потому что кого как не встретишь, все только снимают. Подойдите, да. Вот этот лявш уже дикий считается. Здесь нельзя находиться. Там написано объявление, что осторожно, камнепад. Тут уже спасателей нет. Люди уже тут на свой страх и риск купаются. Мы здесь не купались. Мы здесь только шашлыки жарили. И то вот там вот подальше. Сейчас пройдем, когда людей поменьше станет. И Дима с Сашулькой хотят крабиков ловить. А я просто посижу на камушке. Сачка у нас с собой нету? Сачка нету, да. Сачок мы не взяли. Ну просто они, как они ловят. Они берут большой камень и поднимают его. И крабики убегают. И вот радуются они этому. Это называется ловить крабов. Мы хвоем. Мы хвоем. Когда они убегают. Да, мы хвоем, да. Когда они убегают, убегут. А мы их вот так. Вот видите, смотри, как для мангала хорошо, да? Дерево. А где? Попилить. А вот оно лежит. Откуда оно тут взялось? Не для этого. Веточки ищите. А, Дима хочет какую-то поделку сделать. Красивый такой мне показывал. Из ракушек дерево сделать. Ракушки в виде листочков. Ну да, с Сашулькой им будут. Вот. И нужно такой, знаете, какой-то такой звилистую веточку. Чтобы было красиво. Судя по тому, как девушка тяжело заходит, вода, наверное, холодная. Ну, например, вот видишь на нее? Ты посмотри. Прям хочется потрогать даже. Да, надо потрогать. Потому что вчера мы купались, была теплая. Но все тут меняется, знаете, так каждодневно. Вчера теплая. Сегодня что-то, как я говорила, уже какое-то течение холодное пришло. И вода может прямо на несколько градусов резко упасть. Поэтому то, что было вчера, это не факт, что есть сегодня. Ну да. И потом мне, кстати, многие тоже написали, когда я мерила термометром воду, да, 21 год, а у других вот блогеров там такие-то цифры. Во-первых, разные места. То есть они, может быть, мерили где песок, я мерю где камни. Во-вторых, у нас разные дни. Вот. Они, может быть, когда-то сразу записывают. У меня немножко задержка в блоге выходит. Поэтому вот еще от этого зависит. Но я уже не придумала. Опять же, я взяла градусник и померила. 21 градус был. Вода была достаточно прохладная. Поэтому вот. За что купила, за то и продаю. Ничего не накручиваю. Ничего такого вот не преувеличиваю. Поэтому сами видели по градуснику. Вот. Можно еще как-нибудь прогуляться, когда поедем на Пионерский проспект снова купаться. Просто ради интереса померить, сколько будет вода. Правда, его, конечно, не очень удобно тащить. Он такой громоздкий. Градусник. Вот. Я знаю, что маленькие, не такие есть. И меряют температуру воды. Вот. А у меня там больше для тела предназначен температуру человеческого тела мерить. И сразу отошел подальше. И людей по минимуму. А вот туда дальше уже пойдешь, когда к 330 ступеням нашим, то там будет вообще тоже на пляже яблоку негде упасть. Мне кажется, даже на нашем пляже там больше людей, чем на пляже. Вот. 40 лет победы отдыхает. Вот. Ну, тут такая вот мертвая зона. И никого никогда нет. Давайте тогда я потрогаю. Тут, конечно, будет тяжелый подход. Потому что вот эти вот зеленые камни, которые в водорослях, они достаточно скользкие. Если только рукой потрогать. Но рукой совсем другие ощущения. Так. Так, давайте на бой. А вот я нашла. Так, сколько. А! Как не упасть бы. Да, вода стала, кстати, немного-немного похолоднее. По сравнению со вчерашним днем. Действительно, она прохладная. Вчера водичка была потеплей. Так, ну что, выходим. Мне теперь надо как-то выйти отсюда. Ой! 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 А вода холодная. А-а-а. Мы сейчас заходили в кафе Кремль или купили интересную воду. Я никогда не замечала. Вода Крым. Лимонад. Есть еще дюшес. Но по вкусу мне не очень понравилось. Ух ты! Симпатичные. А? Захватывает тебя? Нет, это он не очень. Да? Не очень. Ну отпускай тогда. Коля, посмотрите, расчистили, да? А вот тут где это проходит дорожка. Да, вот здесь вот труба была. Закопана у них. Лежала сначала. Да, неизвестно. Куда они все это ведут? Что делают, да? Вроде по плану скейт-парк готовится. А там надо как-нибудь у рабочих спросить. Мы просто их не застаем здесь. Тут в основном все трактора стоят. Их тяжело выцепить. А так можно было бы, конечно, узнать. А в офис продаж, да, кстати, как идея. Тоже хорошая. В офис продаж можно узнать. Ладно, ребята, будем на сегодня с вами прощаться. Кстати, мы завтра едем в Новороссийск гулять оставшуюся часть набережной. Мы тогда ходили налево, а сейчас мы пойдем направо. И обязательно снимем вам и покажем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока.